всем добра с вами добрый данил и очередной выпуск топа где я рассказываю ярославских и российских новостях у нас был день города и об этом смотрите в прошлом сюжете получилось весело задорно но правда и не без замечаний однако давайте с вами перейдем к новостям екатеринбуржцы смогли они отстояли свой сквер и свои права на комфортное проживание в родном городе показали что с властями можно вести диалог при помощи протестов согласно опросу в целом 74 процента жителей назвали сквер у театра драмы неудачным местом для строительства храма и только семь процентов выступили за строительство собора в сквере большинстве своем граждане не против строительства храма полностью отказаться от него хотят лишь 18 процентов респондентов после опроса сверловский губернатор предложил искать другое место для собора а вот мэр екатеринбурга отказался убирать сквер из списка возможных мест для строительства этого храма но это наталкивает на определенные мысли фуззвуки кстати со мной вступили в некоторые дебаты что я неправильно веду себя и неправильно пощу свои посты по поводу того что зря я так вот про храм и зря я про неопределенных личностей спортивной ориентации похожих на бандитов что это и есть сами екатеринбургцы на самом деле это нет так может быть часть из них конечно же есть но это действующие организации которые специальными автобусами до подоставляются для того чтобы помогать церкви всевышними силами и это и понятно что церковь помогает множеством видов спорта множеством общин ну и всяким другим организациям в том числе имеет свой приход и в рамках этого прихода и дружественных организаций в том числе спортсменов присылается из соседних епархий соседних районов соседних приходов определенные молодые мускулистые люди которые помогают убедить горожан в том что храм им нужен но если в москве отстоять не очень-то и получилось то в екатеринбурге как я понял очень даже ничего мы это не губернатор решает он меньше если уж хочет заработать денежные средства на своих торговых площадях и на дополнительных квадратных метров откаты откатами на 3 совесть иметь то губернатор это все-таки лицо намного выше и очень хорошо что он в своем инстаграме сказал что даже речи быть не может при таких опросах ставить храм на этой локации и это очень хорошо что храмы появляются на локациях которые не подменяют какой-то действующий объект у нас ярославле действительно тоже есть храмы которые строятся и очень давно и я никогда не имел ничего против них хотя с другой стороны двойной стандарт у нас прямо в самом центре города рядом с набережной появился успенский собор и мне нравится мне нравится как он стал он встает очень лаконично и не оградили территорию вокруг него свободное посещение туристы с ним фоткаются и и вообще лаконично хорошо и классно может быть этот храм встал также хорошо и классно лаконично но если жителям не понравилось значит они знают чуть больше хотя с другой стороны если бы я тоже имел информацию что вместе с успенским собором возникли бы еще специальные метрополичии апартаменты девяти этажей и специальный православный торговый центр я бы наверное бил в набат владимир зеленский официально вступил в должность президента украины на своей инаугурации он заявил о распуске верховной рады причиной тому низкий уровень доверия граждан к парламенту также предложил подать в отставку и правительству украины и дать дорогу молодым своей первоочередной задачи новый президент назвал возвращение украинских военнопленных и утерянных территорий то есть крыма и донбасса также своей инаугурационной речи он отметил что украина выбирает путь в евросоюз призвал всех украинцев крепатриации и пообещал что за пять лет своей работы сделают все чтобы украинцы не плакали путин поздравлять зеленского со вступлением в должность не стал вариант надо подумать над этим как сказал пресс-секретарь президента российской федерации путин поздравить зеленского с первыми успехами в деле регулирования конфликта на юго-востоке украины и в деле мобилизации российско-украинских отношений и уточнил что они будут видны невооруженным взглядом и это конечно же необычно видеть президентом достаточно выдающегося комика особенно вчера я наткнулся на один из сюжетов где он почти что голый закрываясь одной лишь гитарой поет песенку политического содержания на тексты вася обломала еду в магадан и мне кажется такому президенту особо нечего скрывать некая открытая личность часть я пропагандирует такую же позицию внутри себя что нужно не стесняться своих поступков но чтобы эти поступки были социально приемлемы всеми и вот у этого президента представляется такая возможность потому что в его биографии будут копаться все и его биография была достаточно открытой книгой и если он покажется еще и более сносным политиком и лидером страны возможно это будет действительно выдающийся президент потому что когда ты идешь туда имея в своем шкафу скелетов которых ты не хочешь никому показывать и идешь туда для того чтобы накапливать этих скелетов это всегда плохо для власти но когда ты даже имея свои скелетов просто открываешь двери шкафа и показываешь их всем тобой почти невозможно манипулировать посмотрим что будет но пока что выбор зеленского для братского народа украины украинцев мне кажется позитивным этой весной разгорелся настоящий скандал из-за объединения волковского театра в ярославле и александринги в петербурге в единый национальный театр эта новость прогремела как гром средь с ясного неба из уст министерства культуры владимира мединского на защиту первого русского стали почти все ярославцы и стали активно отстаивать главный культурный бренд региона их поддержал губернатор власти дмитрий миронов в сети появился документ в котором значилось что в случае объединения все имущество волковского театра перейдет александринке а сам он станет филиалом петербургского театра зато за идею объединение активно высказывались оба художественных руководителя премьер-министр российской федерации дмитрий медведев приостановил объединение на днях владимир путин поддержал идею присвоение волковскому театру статуса особо ценный объект культурного наследия россии как считает дмитрий миронов новый статус позволяет решить финансовые проблемы и откроет перед театром новые возможности и это уже вторая новость что действительно сомнением общественности и даже если она немного радикализирована начинают считаться и если кто-то не орёт о своих проблемах то эти проблемы не будут решены однако если кто-то очень жестко о них заявляет и лоббирует их то эти проблемы решены может быть в москве просто много лоббистов и орущих людей но надеюсь тенденция на наш праведный гнев в ярославле сохранится к тому же это дает в принципе неплохие дивиденды особенно по волковскому театру который действительно сейчас выйдет на новый уровень если уж сам президент издал такой указ и это ведь не просто слова любое слово президента но принимается очень быстро под карандаш и сразу строчится миллион документов и приказов для того чтобы жить стало лучше жить стало веселее и для тех кто говорит да ну я дом посижу чё от моего голоса зависит вот надеюсь вы уедете в какую-то другую область из ярославля чтобы на 100 активных осталось больше и у нас всяческих благ увеличилось финал евровидения сергей а лазарев занял третье место победителем стал участник из нидерландов дункан лоренсен на втором месте представитель италии александра махмуди в этом году евровидение прошло в израильском тель-авиве и не обошлось без скандалов боевики угрожали сорвать конкурс и некоторые звезды призывали и вовсе его бойкотировать из-за нарушения прав палестинцев со стороны израиля номера некоторых исполнителей были очень провокационными а группа из исландии вовсе решила по хайпе исполнитель в костюме bdsm держал флаг палестины затем оценки белорусского жюри и вовсе аннулировали за разглашение победитель конкурса также стал фигурантом скандала он исполнил песню которая уже была в его репертуаре что строго запрещено правилами евровидение давно стала самым скандальным музыкальным мероприятием и хотя конкурс считается вне политики но таковым уже давно не является и если вы посмотрите видео евровидение на международной площадке youtube то вы увидите что там подавляющее большинство это русский комментарий а значит это евровидение нужно только нам россиянам и остальной европе она в целом ты не сдалось поэтому мы получаем достаточно высокие места но не призовые чтобы просто держать нас в каком-то напряжении они знают что российская публика составляет основной костяк кто смотрит это шоу и зная эту информацию вы по-другому будете смотреть на это мероприятие лично я не очень одобряю вот это вот перформанс шоу направлено на какой-то хайп и если мы русские не будем это смотреть то никакого евровидения не будет там уже в европе и так о нем не знают не тогда но я хвастался что купил себе телефон топовые huawei p30 про и новой специально для меня google разорвал контракт с холлой теперь китайская компания лишится доступа к обновлениям операционной системы android и последующей серии смартфонов будут без джимею google play google play причина тому намерение министерства торговли сша внести huawei в черный список заявив об угрозе национальной безопасности в компании сообщили что на новых моделях которые уже поступили в продажу серийно будут работать как и прежде скорее всего новые модели смартфонов компании huawei будут выходить на собственной операционной системе которую китайская компания уже давно разрабатывает надо понимать что google и huawei оказались заложниками торговой войны между соединенными штатами и китаем а китай в свою очередь решил загадить все для яблочной продукции рынок сбыта яблочной продукции в китае ого-го какой и вы знаете я представляю себе корейца который потирает руки который является собственником самсунга и такой как же это классно для него когда два твоих огромных конкурента начинают драться не на жизнь а насмерть друг за другом и открывает для тебя новый рынок в штатах и новый рынок в китае ох уж эта политика которая связана с торговлей пострадаем то по большому счету все мы хотя с другой стороны война это всегда двигатель прогресса и в рамках этого новинки технологий появляется очень быстро быстро обкатываются и появляются все новые и новые и новые и может эта торговая война без кровопролития сможет дать нам действительно новый уровень android и google откровенно зажрались это факт и их бы разрезать и отдать другим компаниям чтобы монополий не было на этом рынке может быть с приходом новой операционной системе все поменяется и google начнет рушится как в авионская башня я очень надеюсь на это потому что то что позволяет себе google не может позволить себе никто и это очень плохо особенно плохо это наверное для авторов которые делают контент на единственный к сожалению толковой площадке социальной сети тире видео хостинги youtube если появится таких десяточек и каждый будет выбирать какая политика и какие правила нравится ему больше это несомненно будет хорошо но пока у google есть android он может диктовать свои условия появится новая операционная система власти и этой диктатуре придет конец я и на это надеюсь вот такие были новости у нас в этом топе если у вас есть мысли по поводу этих новостей пишите конечно же в комментарии поддержите меня у кого тоже huawei все ли у нас будет хорошо или все-таки мы будем страдать ближайшие несколько лет порадуйтесь за волковский театр напишите пожелания художественному руководителю волковского театра куда его мнение следует использовать ну и просто оставляйте свои новости пожелания просьбы обязательно ставьте лайки но если вы поделитесь этой записью я просто буду вам благодарен кстати для тех кто не в курсе периодически у нас в топах в том числе и в прошлых там в конце после заставочки есть спецконтент вот а мы и сценариста до сих пор в принципе подбираем и если есть такой который бы хотел с нами поработать для того чтобы нам шуточки то какие-то интересненькие написать я буду очень сильно рад с вами был добрый данил всем добра а